В декабре 2019 года в Ираване состоялось заседание Совета Безопасности Армении, на которое были приглашены лидеры карабахских сепаратистов. В своем выступлении премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что первостепенное значение для Армении имеет вопрос статуса Карабаха. При этом он дал понять, что урегулирование конфликта с Азербайджаном возможно лишь на основе армянской интерпретации принципов международного права. То есть исключительно в контексте мифического права армян Карабаха на самоопределение. На упомянутом заседании Пашинян также заявил, что у карабахского конфликта не может быть военного решения. И если Баку все же попытается решить вопрос силовым путем, то это будет иметь катастрофические последствия. Причем, как отметил армянский премьер, в первую очередь для самого Азербайджана. Поскольку, видите ли, Армения располагает беспрецедентным количеством вооружения высокого качества и модернизированной боеспособной армией. Иными словами, Пашинян прозрачно намекнул, что считает поражение Азербайджана в возможной войне неизбежным. До войны оставалось еще около 10 месяцев, а Армения тешила себя иллюзиями без малейшего представления о реальном положении дел. Чем в итоге обернулась эта опрометчивая заносчивость, всем прекрасно известно. Но извлекла ли Армения жизненно важные для нее уроки из своего оглушительного военно-политического провала? Накануне Пашинян выступил на заседании парламентской комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны. В частности, армянский премьер вспомнил о том самом заседании Совбеза, где он грозил Азербайджану катастрофическими последствиями. А также Залихватский утверждал, что Армения была, есть и будет гарантом безопасности Карабаха. Тогда же, напомню, Пашинян заявил, что конфликт с Азербайджаном может быть урегулирован только с учетом интересов так называемого народа Карабаха. Примечательно, что все свои формулировки четырехлетней давности глава армянского правительства по сей день считает вполне адекватными. По словам Пашиняна, в его тогдашней речи была обозначена дальнейшая политика, глубинный смысл, который заключался в поиске оптимального решения конфликта. Судите сами, вынесли Пашинян надлежащие уроки из последующих событий, наглядно доказавших дефектность и тупиковость этой политики, которую он тем не менее сегодня находит адекватной. Суть вчерашнего выступления премьер-министра Армении сводилась к тому, что в позорной капитуляции виновны все помимо него. Пашинян прошелся катком по всем своим предшественникам от Тер Петросяна до Сарксяна. По версии нынешнего лидера Армении, именно указанные персонажи сдавали Карабах Азербайджану задолго до его появления в премьерском кресле. Себе любимому Пашинян отвел амплуа некоего кризисного менеджера, которому предстояло вступить в решающую схватку за чужую землю. Карабах – это Армения, громогласно объявил новоиспеченный армянский лидер, решив, что нащупал наиболее эффективную тональность для общения с Азербайджаном. Тем самым хрупкие надежды на вменяемость новой армянской власти окончательно обрушились. Война была неизбежной, сделал ее таковой никто иной, как Пашинян, перещеголяв в своем безумии и Качаряна, и Сарксяна. По признанию премьер-министра Армении, он до последнего верил в успешный исход спровоцированной им же войны. И только освобождение города Шуша азербайджанской армии втащило его за уши в суровую реальность. Якобы именно тогда он осознал, что пришел конец. На самом деле Пашинян лукавит, так как уже в октябре ситуация на фронте предрекала армянской военщине стремительно приближающийся крах. И он об этом прекрасно знал, как бы не пытался сегодня обвинять своих подопечных в предоставлении липовых отчетов. Пашинян едва ли не ежедневно обрывал кремлевские телефоны, умоляя Путина указать на выходы сложившейся ситуации. Морально армянский лидер уже готов был скинуть белый флаг и лишь надеялся на сохранение хотя бы остатков своего испуганного лица. Вмешательство Москвы выразилось в ряде предложений, которые никак не коррелировали с положением дел на фронте. Азербайджан был полон решимости окончательно сломать хребет оккупантам и отверг любые полумеры. В итоге Пашинян только в ноябре понял, что рискует не отделаться одним только Карабахом. Перед Арменией маячила реальная перспектива исчезнуть как государство, и он дрожащей рукой подписал акт о капитуляции. Будь Пашинян прозорливее, он сделал бы это еще месяцем ранее, сохранив тем самым жизни тысяч солдат и офицеров. Однако Пашинян клинически не прозорлив по своей природе. Об этом можно судить и по нынешним телодвижениям армянской стороны, как за переговорным столом, так и на границе. Армения упорно напрашивается на новую капитальную взбучку, явно полагаясь уже на других заступников. Это означает, что обязательные к усвоению уроки безрассудно проигнорированы Иераваном. И стало быть, Армения должна быть сурово наказана за свою патологическую бестолковость.